Так, у нас на очереди Костекский. Ахимус Салат. Ты переводишь как? Читайте намаз. Почему рядом нету? Читайте намаз. Но как читать, спросите у посланника. Или выплачиваете закат. Как выплачивать закат? Люди же будут спрашивать. И рядом ссылка в скобках. А как выплачивать закат, спросите у посланника. Он вам все объяснит. Я ему не спослал параллельные вахи. В Хуране нет параллельные, ненаписанные вахи. Вот он вам объяснит, как выплачивать закат. Есть такое? Хотя бы пол аэта. Нет ничего. Люди и так знали, как платить закат. Люди и так знали, как делать намаз. Люди были потомки Иврагима, алейхиссалям. Это центр религиозной жизни. Это не какой-то там Советский Союз, 70 лет вообще атеизм. Нет. Это люди, которые набожные, религиозные люди. Единственная проблема у которых, они отошли от аврамического пути. А остальное они продолжали. Намаз, хаджи, все это было. Но отошли от аврамического пути изначально. И пророк приходит и возвращает их в изначальный формат. А намазы и так люди, и так люди знали. Почему никто, если взять твою логику, давай мы развеем твою логику путем айкидо. Айкидо это когда кто-то рыпается. Ты позволяешь ему дальше развиваться и благополучно удариться лбом об стену, об бетон. Вот давайте развеем твою теорию путем айкидо. Аллах говорит, ахимус салат. Ты говоришь это, читайте намаз. А как читать намаз? Но это там не сказано. И что теперь? Этому учит пророк. Раз так. Хорошо. Берем другую фразу. Фарсилу вузюхаку. Мойте ваши лица. Как мыть лица? Теперь пророк должен учить людей, как мыть лица. Нет, нет. Сначала он должен объяснить, что такое мыть. И потом объяснить, что такое лица. И потом уже связать эти два слова. Что означает мыть, это уже объяснил пророк. И потом лица. Это тоже объяснил пророк. И вот так вот появляется. Сунна мыть лица. Это сунна. Без хадисов мыть лица невозможно. Вот по твоей логике получается вот так вот. Или же... Если кто-то из вас там сходил в отхожее место, стоп. Что означает сходить? Пророк должен объяснять. Как очищаться после этого? Но если развить тему, то окажется вообще в неловкой ситуации. Аллах говорит, после того, как она, женщины, очистятся после менструации, то сближайтесь с ними. Вот как сближаться с ними? Вот пророк же должен это объяснить. А это же по вашей философии без хадисов понять невозможно. И как он должен это показать? И как это научить? Эти все вопросы... Я тебе ответ сам скажу. Эти все вопросы и так люди в повседневной жизни соблюдали, совершали и знали. Знали. И намаз знали, и закат знали, и хадж знали, и ураза. Все они практиковали. Это были люди, потомки Ибрагима, алейхиссалям. Ни коммунисты, ни русские их не завоевывали. И атеизм 70 лет не насаждали. Так что не надо на пустом месте как-то возвышать свою секту. Вот мы хадиситы, без хадисов вся умма пропадет. Нет, не пропадет. Вашу секту просто поддерживает Америка, потому что вы находите... Салафиты находятся на той территории, где оказалось по стечению истории Мекка. Мекка. Если бы там жили, скажем, буддисты, и Америка сделала бы ставку на них, то весь мир сейчас поклонялся бы корове и так далее. Идем дальше. Ну, как это делать? Не рассказано в Коране. В Коране рассказано. Как делать закат, я тебе скажу. Я салю лури ка маа дай юнфа кун. Они спрашивают тебя, из чего делать инфа, садаха, закат, то есть пожертвования. Куль, скажи, вот, аль-афуа, то, что превышает ваши потребности. Кто-то перевел остаток, у Абу Адали, у Кулиева мы смотрели, у меня, у видео. Кто-то перевел остаток, кто-то перевел излишек. То есть то, что превышает ваши потребности. Вот это и есть закат. А все ваши утверждения, будто без хадисов в закат не можем дать, это просто от нежелания платить. Короче, Аллах не спослал книгу, и там ничего не упустил. Ничего из того, для чего эта книга была не спослана. Эта книга была не спослана для того, чтобы указать правильный путь богобоязненным. И не спослал все, что относится к этой теме. Если ты ищешь там, как суп сварить, или как там произойдет до нас и до судного дня, как летопись какого-то государства, но Хуран не для этого был не спослан. Ты вообще не там ходишь, шейх. Ищи, что нужно человеку для того, чтобы попасть в рай или общине. Как быть, чтобы быть богобоязненными. Вот этого найдешь более чем достаточно тебе. А если ищешь, ну тогда я тоже буду искать дискотеку на твоем канале. И каждый раз буду задавать тот же вопрос. Почему нет дискотеки у тебя, шейх, на канале? А я-то и наизусть не знаю, значит, да? Ай-я. По бумажке. По бумажке. Этот аят, он говорит, тоже не Хуран. Тоже не Хуран. Там он говорит, что это аяты. Аяты как чудо. Мушрики требовали чудо. И Аллах говорит, Куран и есть чудо. Вот это, и то, что им читается, это и есть чудо. Какое же это чудо? Он хочет внушить нам. Вот это литературное чудо. Литературное чудо. Арабы, у них была литература, поэзия вообще в пике развития. И Хуран был неспослан как еще выше уровня. Чтобы люди быстрее поняли, что ага, это никто из нас не может. То, значит, это внечеловеческие источники. Ну, вот такой примитивный подход. И как доказательство. Но это не доказательство. Говорит, во время муса было распространено колдовство. Каждый там показывал колдовство. И мусор приходит и показывает еще большее не колдовство, а чудо. Чудо, которое побеждает их колдовство. Которое проглатывает и потом обратно превращается в палку. И Иса, во время Иса везде было распространено врачевание. Все болезни люди могли лечить, но мертвого воскресить никто, ни один лекарь не мог. А Иса пришел, воскресил. Вот так и было доказано, что это от Аллаха. Это такой примитивный. А у нас в Чайханах любят вот такие вопросы. Вот такие рассказы говорить. Чтобы плов наелся плова. И теперь надо что-то вот такое вот приятное, высокое говорить. Но на самом деле не так. Про Муса и Иса, про его палки и про его медицины я не буду говорить, потому что Аэт не в этом. Аэт о том, что миспослания Китаба, этого должно быть достаточно. Там про чудо речи вообще нет. Аэт – это то, что указывает нам что-то. Вот когда вы едете за рулем, там есть знаки. Знаки. Дорожные знаки. Вот это функционально Аэт. Запрет на право поворот. Там сбавь. Что может быть? Парковка запрещена. Да? Там опасный поворот. Там железнодорожные. И так далее. Вот смотришь на эти знаки. И находишь путь без аварии, без как-либо катастрофы, без несчастных случаев и без каких-либо других трагедий. Вот эта функция выполняет Аэт. Аллах же в Ухуране приводит доказательства, примеры и указания, знаки, дорожные знаки из прошлого, из предыдущих общин. И из настоящего, то, что сотворено в природе, и из нас самих, из человеческой социальной жизни. Все Аэты Хурана берутся из трех источников. Из прошлого, из настоящего, то есть из природы и из нашей жизни. И Аллах не спасает эту книгу, которая раскрывает вот эти три вида Аэтов. Вот этого, если будете изучать, мучить свои мозги, думать над этим, мучить мозги, это по-турецки. То есть размышлять над этим. Вот тогда вы поймете, что этого для вас достаточно, чтобы найти правильный путь. Откроешь, прочитаешь конец фараона. Откроешь, прочитаешь конец фараона. Какой конец его постиг. Но этого достаточно, чтобы не повторять грех фараона. Или смотришь на сотворение мироздания. Все начинается, все кончается. Где есть начало, есть конец. Где есть рождение, наступит смерть. Все по законам творения. Ничто, ничто не может пересилить законы, установленные Аллахом. Наступает смерть, все. И богатый, и бедный, и молодой, и старый. Все умирают и возвращаются к своему творцу. И если смотришь на свою жизнь, на социальную жизнь, и тогда сравниваешь, как все совершенствие сотворено без единой ошибки. И миллионы, миллиарды лет работает вот этот механизм в гармонии и в согласии. И смотришь на свою социальную жизнь, и видишь, в какой ад вы превратили сами люди. И кто в этом виноватся? Мы сами. Вернее, управляющая часть этой общины. Поэтому выход какой, вывод какой, надо подчиниться творцу всех этих законов и признать, что то, что мы придумываем, они придумывали очень многое. От имени Еврагима, от имени Исмаиля, от имени своих отцов и так далее. Что это к ничему доброму не приводило, как в прошлом, так и сегодня. Вот этого должно было быть достаточно, чтобы опомниться. А не как чудо. Чудо. Покажи мне, какое чудо. Это те же самые буквы. Это те же самые слова. Это те же самые фразы. Арабы тоже могут из этих фраз составлять тексты. Где там что? Невозможного нет. Даже которые сами удивлялись. Кафиры, махмекканские кафиры, приходили, слушали Куран. Даже Абу Джахель ночью приходил, когда пророк Мухаммад, саляму, читал, услышал. Потому что в те времена были арабы на высшем уровне красноречивости. Как будто это литературный какой-то текст. Как будто это, например, Моцарт. Нет, не Моцарт, а сегодня кто у нас? Энни Моррикони. Энни Моррикони там написал какую-нибудь симфонию. Приходят, слушают. Симфония – это для эмоций. Шайры, шайры. Шайры – это эмоции, это чувства. Это для эмоций. Когда слушают и придаются переживанию, ощущению вот этих эмоций. Не это было чудом, а чудом было вообще другое. Интеллектуальный, научный было чудом. Куран раскрывает то, чего скрывали долгое время люди писания. Они удивлялись, откуда он это знает. А он знает. И поэтому он открыл это своему пророку. Аллах, он все знает. И призывает пророка вернуться к первому самому формату Ибрагима. Что это правильно. Что после Ибрагима и иудеи все были прокляты. И пророческая линия прервала. Прервана. Дальше им ни послания, ни посланников не будет. Но Ибрагиму, алейхиссалям, Аллах давал обещание. Но другое человечество, все остальное человечество, нуждается в правильном пути. И вот эти два момента, две причины, когда объединены были, Аллах отправляет Мухаммада с Курана. И люди Писания знали, что среди них уже пророка не будет. Даже если будет пророк, а будет, потому что у Ибрагима Аллах давал обещание. И из его детей, ни одного, из Хаха, из линии Исмаила тоже должен быть пророк. Это в пяти книжах была обещана Муса из твоих братьев. Там был такой. Из твоих собратьев, то ли как это там было. В общем, они знали, что Мухаммад призывает точно тому, к чему призывал в свое время Ибрагим. И они могли думать, как же нам остановить это, как нам это остановить, но им это не удалось. Аллах довел до конца начатое им дело, сделал победителем вот эту религию, установил на практике и показал всему человечеству. И никто не смог ослабить Аллаха. И люди, наоборот, они оказались проигравшими. Вот эти те, которые оказались слабейшими из двух противоборствующих сторон, вот это и называется муаджиза. От слова аджиз, аджиз, слабость. А не то, что противоречит вообще законам мироздания. Вот эта вода льется сверху вниз. Аллах отправляет посланника, говорит, вот давайте я вам покажу. Вот вода сейчас полетит снизу вверх. Вот он показал. И все говорят, ух ты, какой молодец. Говорит, вот я Аллаха посланник. Да, да. Давайте последуйте за мной. И все последовали. Именно вот из этого, то, что он показал. А нам же он ничего не показал. Посох не пророщается у нас сейчас в змею. Мертвые никто, даже в самых крутых лабораториях, никто не сможет возвращать. Вот сколько миллиардеров погибают. Всю жизнь они ухаживают за собой. Меняют там и все. Даже сердце меняют. Но смерть наступает, все. Бессильны все. Почему мы не можем? Почему в Сирии там люди, людей сжигают, и Аллах не спасает, как Ибрагима когда-то спас? Что они не имеют вот там безневинные дети там сгорают. Они что, ничего не стоят, чем Ибрагим один, что ли? Почему люди плачут в застенках, в тюрьмах, молятся Аллаха, спаси меня? Почему Аллах не спасает через вот эту трубу, печную трубу, как Иса, ты говоришь? А вы говорите, спас. Почему люди там умирают в океанах, в морях утопают? Из Ливии там переплывают в этих, в резиновых лодках по 100, по 150, вот в такой. Стоя ездят. И кто-то там пырнул ножом из охранников береговых. Все, все утонули. Почему Аллах не спасает их через рыбу, как Юнуса? Почему эти чудеса ни с кем не работают? Только или в далеком прошлом, или там в Куране, если ты хочешь что-то понять, ты говоришь, что в далеком будущем. Но не в Куране. Чудо – это не то, что чудо, как вам кажется. Красноречивость. От его современников остаются красноречивыми преданиями. Хадисы, вы говорите, это то, что сказали тогдашние люди. А мы там не видим никакого красноречия. Если бы это было красноречие, если бы это была поэзия, они бы могли то же самое записать. Или хотя бы, как аяты Курана, все гармонично запомнить. В хадисы мы видим каша от начала до конца. Где там красноречие? В пустыне люди живут, месяцами не моются. И Аллах вынужден им говорить, ну да умойте ваши руки вот так вот до локтей и лица. Самым красноречивым вот этим людям так не говорят. Пусть Мухаммад принес, что-нибудь принес от Аллаха. Аллах говорит, не хватает ли для них это чудеса, чтобы среди них, которые читают Куран. Здесь не близко нету это аят, то, что они приводят их. Ни один аят, то, что ты принес, назвал, ты не принес то, что Мухаммад, алейхиссалям, растолковал. Или Мухат или Ибн Сулейман, или кто-то еще, или Абдуллах ибн Аббас, и то приписываемое ему. В конце о мусульмане, после этих доводов, после этих стараний, этих еретиков, мунафиков, зиндиков. Мунафиков, еретиков, зиндиков. Вы теперь понимаете, почему они страшатся? Почему они запаниковали? Потому что люди стали видеть ложь в их сказках. Как может быть так? А на самом деле ведь вот так. Реально то, что на фактах, не совпадает с тем, что эти говорят. Будьте уверены. Если будете за ним следовать, за их ложью следовать, вам придется оставить все основы ислама после шахады. Вы даже не знаете, как молиться. Как молиться? А что, пророк пришел и научил, как молиться? А без этого люди не знали, что ли? Даже мушрики молились. Не сможет узнать, как молиться без хадису пророка, саллиллаху алейкум асаламу. Не сможет... Вам перевести, что он хочет сказать. Мы, мулы, будем учить вас, как молиться. Но не просто так вот. Один раз научил, и вы больше не будете нуждаться в муллах. Нет. Мулы специально вот так вот составили вот это учение. Один мулла говорит, нужно вот так вот делать. А другой мулла говорит, нужно вот так вот делать. А третий мулла говорит, нужно вот так вот до ушей. Это уже разногласия. И каждый раз кто-то будет спрашивать, скажите, шеф, как правильно? Вот так, вот так и вот так. Это уже клиентура. Вот так вот дальше больше. Кто-то говорит, если у тебя там рука вот здесь, я не знаю, видно вам или нет. Если рука вот здесь, то это сахих. А если на сердце, то это не сахих. А если вот на пупке, вот это не сахих. Вот тут уже есть разные, разнотолки. И считай теперь полторы миллиарда мусульман, кому следовать. Это уже отдельная, отдельная вот эта геометрическая прогрессия. Мулы хотят держать по себе их козырные вопросы. Вот эти мелкие ритуальные разногласия. И на этом, вот видите, сколько денег надо, чтобы построить вот такую вот студию. Столько мебели и столько часов тратить на это. На этом они и делают деньги. Никакого дела ни до вашего намаза, ни до вашего места там, на том свете, их не волнует. Их волнует главное, чтобы держать вас зависимыми себе, то есть мулом, и на этом делать, превращать это в дивиденды. Вы не сможете узнать, как поститься. Что портит пост, что не портит пост. Как поститься, что портит, не портит пост, в суре Бахра есть. Если будешь соблюдать это, у тебя будет наилучший пост. Вы не сможете узнать, как дать закат. Закат дается, Аль-Афва, в суре Бахра 219. То, что превышает твои потребности, ты должен отдать. То, что превышает из твоей мебели там потребности, ты должен это отдать. Если это не так, не ссылаясь на хадисов, если вы говорите, можем узнать. Скажите нам, сколько... Не-не-не-не, скажите нам, ты еще поторопился. Сначала я задал тебе вопрос. Скажите нам, уважаемый шейх Абдуллах Костякский. Следуйте тому, что не способствовало вам от вашего Господа, и не следуйте другим аулия. Это третий аят седьмой суры. Вопрос. После этого аята пророк следовал чему? Тому, что не спослано от нашего Господа или нет? Сахабы следовали чему? Если они следовали Корану, будут ли они считаться по твоей секте мунафихами, зиндыхами, еретиками? Еще более простой форме, я скажу, является ли Мухаммад, алейхиссалям, который принес книгу, где говорится, следовать только Корану, сам мунафихам? Ну, является ли Мухаммад, который сам следует только Корану, является ли он мунафихам? И ты берешь ли на себя ответственность за такие утверждения? Кто следует только Корану, тот мунафих. Вот я назвал тебе несколько имен. Пророк и его сподвижники. Они следовали только Корану. Вот теперь назови, являются ли они мунафихы или нет? А то, что ты хочешь нам сейчас вдруг какие-то скажите, но я не буду отвечать тебе. Сначала ты ответь мне. Если ты ответишь, у меня еще другие вопросы. Приведи хадис, который разъясняет ха мим айн синь каф. Вот эти два аэта, начало 42-й суры. Если найдешь ответы, если не найдешь, то спроси у всех ваших шейхов вместе взятых. У меня будут другие вопросы. Когда на мои вопросы у тебя найдутся ответы, вот тогда ты можешь задавать вопросы. Ты можешь задавать вопросы. Почему? Потому что право задавать вопрос сейчас в данной ситуации у меня. У тебя нету права задавать вопросы. Если бы ты хотел задать вопрос, ты вот эту серию не начинал бы. Обратился бы сначала к тем, кто следует Корану, и у них бы получил бы ответ. Но поскольку ты уже начал выступать с обвинениями, то это значит, у тебя вопросов не осталось. Все нужные данные у тебя собраны, и ты озвучиваешь только вердикт. Когда ты озвучиваешь вердикт, когда обвиняешь, вот он кафир, вот он мунафик, вот он зиндых, да? Вот тогда вопросы могу задавать только я. Первый вопрос я уже задал. Второй вопрос, третий вопрос. И все дальше другие вопросы будут, пока вопросы у меня не будут исчерпаны. То же самое везде, где хоть как-то работает система справедливости. А ты у тебя, получается, ты выходишь, начинаешь обвинять, и потом начинаешь только вопросы. Это почему ты задаешь вопросы? Ты не знаешь ответы на них. Если не знаешь ответы на них, как ты выходишь и объявляешь уже мунафиками? Это значит, ты не изучил вопрос. А если не изучил вопросы и объявляешь кого-то в чем-то, то это значит, не серьезный ты человек. Дальше он аяты ничего не говорит. Приблизительно вот такой вот стиль. Как вы будете это без хадисов? Как вы будете это без хадисов? Как вы будете это без хадисов? То же самое говорили когда-то, где-то 30 лет назад, суфисты, когда первое время с салафизм, когда начался распространяться, суфисты бывали в шоке. Как? Что мы не можем просить у аулия, что ли? Что мы не можем надеяться, полагаться на них, что ли? Нет. Почему? Потому что в Куране и в хадисе этого нет. Тогда точно такой же спор был. Они говорили, вот найди мне, ты говоришь вот Куран и хадис, да? Да. Тогда я только-только интересовался вот этими вопросами о Куране и хадисе. Начало периода салафизма у меня, в моей личной жизни. Они спрашивали, вот найди мне, вот раз ты говоришь в Куране и хадисе, да? Да. Я им говорю, нету там. Но значит недостаточно. Куран, хадис недостаточно. Надо еще наши тарикатские источники. Вот эта паника мне очень знакома. Мне очень знакома. Вот когда я женился, это было где-то 20 лет назад. 25 лет назад. Где-то вот так. Я женился, я решил сделать мусульманскую свадьбу без музыки, без дискотеки и без алкоголя. И мужчины, и мужчины в отдельных помещениях будут сидеть. И люди, первые мусульманские свадьбы, это еще сразу после союза. И люди вообще удивлялись. Вообще удивлялись. Как? Как это без алкоголя? Как это? Как это? И точно самое у этих. Они привыкли всю жизнь пить алкоголь из этих хадисов. Теперь, когда говоришь, что по-мусульмански алкоголь нельзя, они не привыкли к этой новой ситуации. Вот тогда шок. Но это пройдет. Это временно.